Всем привет, это Хроники войны с Татьяной Поповой и сегодня мы будем обсуждать 23 день войны и мы поговорим об этом с Гарри Табахом, капитаном первого ранга ВМС США в отставке, а также бывшим начальником миссии НАТО в Москве по координации контактов с Министерством обороны Российской Федерации. Добрый день, Гарри. Я не ошиблась в этом долгом титре, нет? Нет, все нормально, да. Если вы, кстати, не подписались на мой канал или на канал Гарри, обязательно это сделайте, ссылка на канал Гарри будет в описании и подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте ссылки на наши видео в ваших соцсетях, чтобы больше людей могло услышать эту информацию. Гарри, первый вопрос. Как вы оцениваете вообще ситуацию на фронтах, наверное, я бы сказала? Я ее оцениваю очень тяжелой. Правда, украинцы молодцы, они не воюют вот этой, то, что называется, фронтовой, что фронта нет, их фронт передвигается постоянно. А российские войска, они, конечно же, воюют от Второй мировой войны. У меня даже такое впечатление, что их офицеры, даже генералы, обучение проходили за два-три дня до атаки. Из каких-то советских художественных фильмов про Вторую мировую войну. Ну, абсолютно какая-то неграмотности. Для меня это какой-то... Ну, я удивляюсь, потому что я знал много и знаю много российских офицеров, закончили там Академию Фрунзе. Ну, они грамотные, ребят. Я просто не понимаю, как будто это какие-то другие, ну, орки. И что они делают, что они творят, и как они бомбят, и как они действуют. Для меня это просто, ну, дикость. Дикость. Ну, подожди, он точно так же бомбил в Сирии, насколько я понимаю. Вот у нас в группе для журналистов международных вчера кто-то из сирийских журналистов написал, что после бомбежки Мариупольского... позавчера, после бомбежки Мариупольского театра, что вот смотрите, украинцы, вот точно так же, как только кто-то говорил о том, где там скрываются беженцы, где лагерь, где раздают еду, где еще что-то, там моментально появлялись русские и убивали мирное население. Это их стандартная тактика с такого именно ковровых бомбардировок. Хорошо, хорошо. А смысл этого? Я не понимаю. Я не понимаю смысла даже войны. Я не понимаю смысла войны. Может, вы мне объясните, вы там работали, с ними общались. Смотрите, я был один из многих, из многих военных так называемых экспертов. Я не эксперт, я не люблю, когда меня эксперт называют. У меня есть просто какой-то опыт, в коем случае, то, что, наверное, да, я так много необычный, потому что я прослужил 30 лет и дослужился до капитана первого ранга в военно-морских силах США. Да, и да, я там последние 20 лет, я служил, как бы, я был специалистом по бывшему Советскому Союзу. Такое у нас есть, когда мы уже немножко ставим старые, есть Фео, Foreign Area Officer, ну, военные дипломаты. Моя эрея была, вот, советские российские войска, я был в Казахстане, в России, ну, там занимался и Белоруссией, и Украиной. Я служил там, в Польше, но я не понимал, я думал, что, ну, они не сделают, они не пойдут на Украину ни таким способом, потому что не видел никакого смысла в этом в первую очередь. Не видел, чтобы у них было какое-то планирование, какая-то подготовка, то, что вот это скопление этого металлолома, ну, это было, ну, просто, ну, глупость какая-то, и все равно, сколько бы они войск не собрали для оккупации Украины, их не хватит, видимо, они, кто-то им сказал, что украинцы просто перейдут на их сторону и будут рады, что они придут, и вот, а их освободили, и классно, и теперь им не надо оккупировать ничего. Ну, может, им нужен только Мариуполь и Херсон, и Харьков, ну, или там сколько отвалится, условно говоря. Ну, что они, ну, мы же не знаем их планы с вами. Вот, а я думаю, что даже наблюдать, как они бомбят и что они делают, хорошо, так зачем тогда бомбить Киев, зачем стягивать войска к Киеву, не жалею не думаю, что. Чтобы запугать, наверное, ну. Ну, запугать, это понятие такое, можно напугать, а можно так напугать, что, знаете, есть такое, ну, я вам скажу, есть такое выражение, нет оружия страшнее, чем напуганный еврей, поэтому это... И у нас президент как раз евреев. Ну, а сейчас Пуром, сейчас праздник Пуром, это когда он хотел убить евреев, и убили его, празднуем и выпиваем, это такой праздник, когда евреи радостный праздник, когда евреи могут пить и веселиться. И Сталин, когда он хотел, значит, депортировать всех евреев, ему сказали, не надо, и вот он хотел, вот и Пуром тоже в этот праздник он сдох, поэтому я надеюсь, что еще один сдохнет в этот праздник. Нельзя гоняться за евреями в этом праздник, ну, понимаете, куда ветер дует, о чем я говорю. Вот, и поэтому, да, эти планы непонятны, и планирование, ну, явно было плохое. Ну, планирование, я не знаю, кто учил, но это же не один человек планирует, понимаете, это же планируют и не только военные, такие вещи планируют и военные, и Министерство иностранных дел, и Министерство внутренних дел, и разведка, и внешняя разведка, и внутренняя разведка, и специальные органы, это не только военные. Поэтому я не понимаю, как это они так спланировали, что у них так растянулись ТВ, что нет еды, что нет горючего, что техника не работает, что они могут только или ракетами закидывать, или... Там же, кстати, и ракеты не все взрываются, там же Искандеры иногда просто падают. Но это потому, что нашими руками сделано это, понятно, они некачественные, это все, но... Я хочу моим зрителям сказать, что Гарри родился в Москве, да, если я не ошибаюсь? Да, я родился в Москве. Поэтому вы можете говорить нашими. Нет, ну я не наш. Знаете, это меня 23 февраля почему-то все считают меня поздравить с Днем Защитника Отечества. Я говорю, вы понимаете, что я был как раз от того, от кого вы защищали свое Отечество. Поэтому меня поздравлять с тем праздником глупым. Но люди все равно поздравлять нет. Но я, понятное дело, что это я там сделал ошибку, там родился, но я никогда себя не считал частью этого общества. Да, и они меня никогда не считали частью этой страны. И я не понимаю этого. Я не понимаю, кто это так спланировал и как они это так спланировали. И зачем? Вот смысл всего этого я до сих пор не понимаю. Поэтому мы и говорили, что не будет этой фронтальной атаки, не будет вот этой второй мировой войны. Да и он же КГБшник, это не его стиль работы. Он и так добился всего. Он и так добился всего. В Украине ненавидят президента уже этого и хотят его смести. Экономика здесь плохая. И тут пятая колонна. И вот это выступает здесь. И все. А в Америке мы тоже все переругались между собой. Европа никак не склеится. Он добился всего своего. Уже приглашают везде на саммиты с климатом. Но это было до начала войны, вы хотите сказать. Он добился до начала войны. В принципе, то, что ему было нужно. Но при Трампе он как-то такой сидел тихо и ничего не делал. Цены на нефть были низкие. И Северный поток был заблокирован. И все такое. Пришел Байден. Северный поток разблокировали. Цены на нефть пошли вверх. Нас заблокировали. Северный поток его стали приглашать. Везде Байден стал ему звонить, советоваться. И все. И он начал вставать с колен. И вдруг он воспрял. Зачем ему еще что-то нужно было? Все. Он добился своего. Ой, человек в белом доме сидит. Он обхитрил всех там. Поэтому Трамп говорит, гениально. Он все гениально сделал. А Трамп он отделался. Потому что он его называл своим другом. И своим этим все. Убедил всех, что он... А этот пришел. Они договорились. Это обамовская команда. Это при нем же у Путина ничего не было. Ни за Грузию. Ни за Донбасс по большому. Ни за Грузию. Ни за сбитый самолет. Ни за чеченский народ. Ну, все с ним. Поэтому все у него было. Зачем ему уйти вот это и атаковать. И делать такой риск. Чего он думал он добьется этим? Ну, в общем, короче, я не понимаю, каков был план. Какова была цель этого. И что он теперь думает, чего он добиться. Просто утюжить и разрушать инфраструктуру украинскую. И убивать гражданских населения. Он что думает, что таким образом вы сдадитесь? Ну, это ж так не работает. Это наоборот. Вот он же любит вторую мировую войну изучать. Он же любит, как Советский Союз победил фашизм. Это гитлеровцев и все. Но это же было явно, что когда немцы заходили, украинский народ довольно-таки считал, что они против Гитлера не поднимались. Они думали, что это вот такое спасение от Сталина, от Голодомора, что он пришел спасать. Потом они, когда поняли, что он еще более сумасшедший, чем Сталин, тогда уже начали партизанские отряды формироваться и все остальное. Так что же он думает, что сейчас, когда заходят и убивают украинцев, убивают и детей, нарушают все правила войны. Они террористы, носят маски, закрывают свои лица. Я даже их солдатами не могу назвать. Это террористы. Это не специальная военная операция. Это специальная террористическая операция. Ничего военного здесь нет. Бомбить и убивать гражданское население, разрушать инфраструктуру, это не военные. Это не военные этим занимаются. Военные воюют против военных, против других военных. А это, то, что они занимаются, это абсолютно терроризм, терроризм, население вселяет панику. Но не изучив даже историю Второй мировой войны, где эти бандеровцы до 56-го года еще воевали с советской властью, их никак выкурить не могли. Почему вы думаете, что вы не организуетесь, не будете сопротивляться, а вы примете их самым? Я не понимаю. Я думаю, что никто не может понять. Это просто паранойик, психопат, паранойик, как моя мама. Моя мама была психиатром, она сразу сказала, что параноидальный психопат. Но при этом, тем не менее, его боятся, не вводит Байден, но флайзон над Украиной. Это позиция Байдена как демократа, или так думают и республиканцы тоже? Понимаете, я думаю, что Байден, вы понимаете, что он уже ничего не думает. Расскажите мне, я не знаю. Не, но, к сожалению, я думаю, что он в таком состоянии уже, что у него старческий маразм. Послушайте, он называет украинцев иранцами в своих разговорах. Он говорит, зачем Путин напал на Россию. Ну, наверное, по Фрейду где-то это так и есть. Путин напал на Россию, и Россия теперь кирдык. Но, понимаете, что он до сих пор себя называет сенатором, а Камалу Харрис президентом. Человек, он, его, видимо, когда напичкают, он какой-то там час-два может что-то говорить. Но это же видно по ему лицу. Я не врач, не психиатр, но это видно, что он не все. Поэтому это не он. Но когда мы говорим Байден, мы подразумеваем, конечно же, демократическую партию и все вот это вот левое свору Давоса. То есть те, которые сегодня НАТО, Европа, почему они не войдут? Почему они должны слушать, что говорит Соединенные Штаты Америки или НАТО? То есть тех, кто возглавляет Соединенные Штаты Америки. Почему они не дадут самолеты? Почему они не дадут С-300? Почему они не закроют небо на Украину? Чего ждут-то? Европа вы имеете в виду? Европа, Америка. Единственное, кто не ждет, это Турция. Она тоже страна НАТО. Почему же она не боится? Она дает Байк Гатары, Байк Гатары, те, которые жгут русские колонны. Это самое смертенесущее оружие, которое на сегодняшний день есть. Почему те не боятся, а эти боятся? Те, значит, не боятся ядерного идея, те боятся. Глупость. Глупость. Они сидят и ждут. Чего? Пока истечет Украина крови. А зачем? А вот я думаю, что они об этом договорились давно. Я думаю, что они договорились об этом еще в 2008 году. Поделить мир. Демократы с... Не только демократы. Кто с кем? Я что не понимаю. Это левый лагерь, вот Давос. И Путин. И тогда это был Обама. Просто после того, и Буш, наверное, в этом участвовал. Тут нету демократы или республиканцы. Тут есть вот этот вот левый лагерь, и там, и сям. Которые за такой вот... Это не конспирология, потому что они все левые. Путин тоже левый. Они каждый идут к этому просто своим путем. И они тогда, когда было нападение на Грузию, поняли, что с этим можно... Буш тогда уже был хромой уткой, но он, будучи все-таки ястребом, вел наши корабли в Черноморский бассейн, и Путин ушел сразу же из Грузии. Не начал ядерную войну. Почему-то тогда не испугались ядерной войны. Потом, когда пришел Трамп, все поменялось. Должна была быть Клинтон. И я думаю, когда произошло... Пришел Обама, пришел Обама с Байденом к власти. И прислали Клинтон с кнопкой перезагрузки. И он тогда решил, теперь можно продолжать. Мы дали зеленый свет. И вот тогда уже Крым начался, Донбасс начался опять. Ему все это сходило с рук. Да, угрожали, кричали, ай-яй-яй, мы тебе покажем, мы тебе то, мы тебе сё. Но ничего не делалось. И я думаю, ждали, когда придет Клинтон. Там Россия уже создала себе плацдарм в Крыму и на Донбассе. И вот год 17-18 уже расчленить Украину, как Польшу расчленили в 1939 году. И тут свалился им на голову Трамп. Знаете, все говорят, а, табак трампист, антосио-трампист. Да, я хотела для моих зрителей сказать, вот смотрите, мы приглашаем... Генерал Ходжес, он, мне кажется, демократ. Вот он высказывает позицию демократического лагеря. Гарри, видимо, республиканец и высказывает позицию республиканцев. Но это не позиция, то, что я высказываю, это не позиция республиканцев. Вы знаете, мне мои друзья-республиканцы говорят, вот мы считаем, что врага надо бить на дальних рубежах. И мы даем. Поэтому оружие всегда, все, что нужно, чтобы люди там сражались. А демократы, это коммунисты, и они тут занимаются медикитом и всем остальным. Да, но я говорю факты, что произошли. Да, да, да. Если вы со мной не советы... Это была просто ремарка для моих зрителей. Продолжайте. Это не демократическая позиция и не республиканская позиция. Вы можете это воспринимать. Просто все скажут сейчас, а это потому что он за Трамп. Я не за Трампа, не против Трампа. Я говорю факты, как происходило исторически. Мы должны посмотреть, откуда растут ноги. И вот это началось, я считаю, мое опять личное мнение. Это не демократическое, не республиканское мнение. Мое личное, вот, маленького Юры мнение. Маленького капитана. И вот, когда она приехала с кнопкой перезагрузки, я думаю, что они опять решили, уже было обговорено, как они будут делить Украину. Потому что единственная геморрой, вот этот пульсирующий, кровоточащий, чешущий геморрой у Путина была Украина. Потому что Грузия уже поменялась власть там, в Казахстане тоже, в Белоруссии понятно. И вот единственное... Да, подожди, о каком сейчас годе, говорите, извините? Когда Обама пришел к власти. Обама пришел, это 2008 год. Но уже после Грузии. 2008-2009. Да, после Грузии. Это сразу после Грузии. Грузия в августе, он выигрывает. И вот тогда Клиндон полетела к Путину. К Путину с кнопкой перезагрузки. В общем, он понимает, что ему можно это все делать. И они считают, что теперь в 16-м году при Обаме они взяли Крым. Это Обама, Байден. Байдена сын в Украине. Творит чудеса. Занимается коррупцией. Байден приезжает и говорит, уволить этого, взять того на работу, уволить этого генпрокурора, взять этого генпрокурора, уволить нацбанк, этого взять эту. Также с экономически начинает управлять из Соединенных Штатов Америки и Украины. То есть разрушать Украину. Потому что все эти были разрушительные люди. Они принесили вред Украине. Но Байден с сынком. Потом, когда взяли Крым, Байден звонит, турчины и говорит, не стрелять, не защищать. Мы вас санкционируем, мы вам то и сё. Но Украина в очень слабой ситуации. Тогда ни армии, ни экономики, ни хрена нет. И они отдают Крым. Сдают Крым. Ну и воевать-то нечем, честно сказать. Вот. И по-настоящему на Донбассе уже они дают отпор. И те уходят. И сбиваются самолеты. Они начинают кричать «Остановитесь, остановитесь, украинцы». Это такой израильский сценарий. Когда израильтяне начинают вытаскивать и выпихивать арабов, все начинают кричать «Остановитесь, остановитесь, израильтяне». Когда на израильтяна напали, все молчали. А когда они начинают их выпихивать, все кричат «Остановитесь». То же самое происходит здесь. Ну, примерно. Поэтому потом должны расчленить Украину, потому что должна выиграть Хиллари Клинтон, а она не выигрывает. Никто не ожидал. Выигрывает какой-то странный человек. Никто не знает его истории, никто не знает его политику. Он вообще не политик. И он выигрывает выборы и совершенно меняет весь курс. Начинает кричать на НАТО, чтобы они платили свою долю, чтобы Меркель унижает, почему она делает «Северный поток» и не платит свою долю. И Джавеллины начали приходить при Трампе. Это правда. Первая поставка. И Джавеллины, потому что Байден и Обама, это Сенат разрешил в 2014 году продажу Украине или поставку Украине летального оружия, а Обама с Байденом наложили вето на это. Пришел Трамп, хотя он понимал, что Украина действовала против него тогда, он снимает это и Джавеллины, и летальное оружие дается. Закрывает консульство российские по всей Америке за Крым. Накладывает потом санкции против «Северного потока», когда они стали строить Германию и Россию. Ну и так далее. Много еще чего он делает. Но все его осуждают, потому что он работает на Путина, он был к Путина, вот он посмотрел на Путина так, вот он сказал, что Путин хороший мужик, вот он сказал, вот он выглядел, вот его жена, вот он сказал, вот он это. Ну и надо от него избавляться любой ценой, потому что он с Путиным связан. А все те, которые говорят за него что-то хорошее, они, значит, про-путинский, ну, включая меня. Я говорю, вот это факты. Я ничего, я не говорю ни одну сторону, ни другой, это факты. Если вы со мной не согласны, скажите, в чем, почему и какие другие факты есть. Слушайте, меня сейчас, я не влажу в американскую внутреннюю политику, и меня интересует сейчас ситуация в Украине. Вот почему нам не дают нофлайзон? Почему боятся ядерного оружия? А почему вы не влазите в американскую политику? Потому что... Если вы не влазите... А если вы не влазите в американскую политику, так чего же вы тогда хотите? Они не хотят это делать. То есть просто Байден не хочет это делать? Нет, нет, нет. Понимаете, вы хитрые, вы журналюги, я... Вы такие хитрые. Мы не... Мы в американской политике ничего. А при чем тут мы к американской политике? А какая нам разница, Байден или Трамп? Вот вам и разница, раз вы не влазите. Вот вам разница. Вот любой ценой надо избавиться от Трампа. Вот вам цена. Вот вам цена. Что же вы не влазите? Когда Трамп звонит и говорит вашему президенту по-моему, тут была у тебя коррупция с нашим бывшим вице-президентом. Может быть разобраться надо? Импичмент он влияет на то, он все. Не разобрались. Не влазили в американскую внутреннюю политику. Вот вам зарплата. А теперь вы говорите, а чего же он там не хочет-то? Понятно. Хорошо. А кто вы такие? Вы же не влазите. Да, хорошо. Смотрите. А что А что ЕС? А ЕС тоже боится Путина, на ваш взгляд? Я думаю, они никто не боятся его. Я думаю, они с ним так договорились. Но произошла ошибка. Произошла ошибка. Первая ошибка. Это то, что им свалился на голову. Но они в конце концов от него отделались. Благодаря вам, журналистам. Это большой ваш вклад в этом. Потом и до сих пор это идет. Потом появляется такой вот клоун. Еще один клоун в Украине, который становится президентом Украины. Ну и конечно же от него избавиться далеко. Ну кто он такой? У него не опыта. Он клоун. Он то. Он все. Опять ошибочка произошла. Ошибка произошла почему? Потому что оказался не клоун. Оказался с яйцами мужик. Который еще может так дать промеж глаз, что тебе это в пятак дать. Тоже не ожидали. Сразу же ему звонят. Говорят, слушай, давай приезжай в Америку. Брось ты этих хохлов. Нахрен они тебе нужны. И будешь наших на Брайтоне развлекать. Тебя любят тут. Ты парень веселый, популярный. А он их посылает прямым курсом полный вперед за русским военным кораблем. И говорит, оружие дайте. Вот. Они не готовы к этому были. Не готовы. Понимаете? И тут еще российская армия оказалась хреновая. Небоеспособная. Только может убивать гражданских населений и детей. И вот у них не складываются. И вот они пляшут. Значит, самолеты. Даем самолетам. Не даем самолеты. Причем самолеты дают европейские страны, а запрещают их дать американский президент. Странно, да? Да. Потом они говорят, ну за место самолетов нас зато дадим патриоты. Патриоты не дают. Не дали. Дадим и Астриста. Словакия. Казалось, Словакия может дать и Астриста. Опять чего-то тормозит. Говорит, ну теперь мы дадим наши американские беспилотники, которые, ну, камакадзе у нас они называются, они одноразовые. Конечно, будем палить, палить, палить колонны русские. Но небо же этим не прикрывается. И уже третья неделя, а небо открыто. И они используют это, мы не хотим ядерную войну. Мы боимся. А сколько это он будет нас шантажировать, этот КБК-шник, ядерной войной или еще чем-то. Он уже долбашит по ядерным реакторам, захватил и отрезал от МГТ Чернобыль. А мы все боимся его. Так это же, а как насчет того, чтобы сказать, что у нас тоже есть ядерное оружие? Зачем нам тогда ядерное оружие? Или взять и сказать ему сразу до этого, что мы снимаем со стола опцию, что мы будем использовать наши вооруженные силы, если он нападет на Украину. Да и потом, если будет вторжение значительное, это одно, а если незначительное, другое. Что это за разговор президента с ним? Зачем нам тогда авианосные группы или стратегические бомбардировщики, если мы сразу говорим, что мы не будем участвовать? Вы участвуйте они. После Афганистана и этого выхода, какой же это смысл? Конечно же, Путин видит, НАТО это ничто, это вообще черт знает что в Америке. И они уже сразу говорят, что мы снимаем это, мы никогда этого не делаем. Мы всегда говорим, что у нас всегда есть опция использовать нашу самую могучую, самую профессиональную, самую сильную армию в мире. Зачем она нам тогда нужна, если такой опции у нас нет? Что это у нас за главнокомандующий, который эту опцию сразу снимает перед таким психом, как Путин? И убирает наше посольство из Киева, зная, что будет атака, не предпринимая никаких вообще вещей, когда ваш президент говорит, ну хотя бы санкции введите, раз вы знаете, когда будет атака. А это же провоцирует, это же открывает, он говорит, значит, северный поток мы тебе открыли, давай зарабатывай сразу же. Оружие мы в Украине в бюджет военный урезали, посла мы в Украину за больше года так и не прислали, даже не объявили. Даже представителя, как там был Курт Вокер, допустим, у Трампа. Тоже не прислали. Из Киева посольство все убрали. Заходи, бери. Ну как это еще можно понять? Только так я это вижу. Из Афганистана посольство мы не выводили. Хотя они кричали, сейчас уже все, капец, уводите нас отсюда. Нет, ничего. А с Украины забрали, все нормально. Бросив, кстати, работников посольства украинских в Киеве. То есть, если бы русские пришли, они бы искали их в первую очередь. Как это понимать? И пытали бы. Да, а ваш брат продолжает, что, слава богу, что Трамп ушел, и слава богу, что при Трампе было бы еще хуже, слава богу, что у нас Байден сейчас пришел, вот он нам сейчас оружие обещал дать. А почему нету этих... Вот Байден, Байден, Байден сегодня же, вы все знаете, что Байден сегодня или вчера сказал, что Путин военный преступник. Да, да, вчера сказал. Да, шикарно. Так он же сразу сказал, что он убийца. Помните, как вы радовались? Да, да, да. Но лучше бы патриотами, лучше патриотами, вот мне кажется. Нет, не нужны вам патриоты, не нужны вам самолеты. Вам надо, чтобы вас любили ушами, вы ушами любите. Он вам рассказывал, вот он сказал, он сказал. Когда бомбы летят, любишь патриоты. А так все ушами. Так ушами, а вот с бомбами, конечно, по-другому. А вот Трамп, он идиот, он идиот. Вы слышали, что Трамп сказал? Слышали, что он мне сказал? Вы слышали, что он это сказал? А слышали, что Байден сказал? И до сих пор это продолжается. До сих пор это продолжается. Скажите, а вы как считаете, вот сейчас Россия вступила, да, в эти переговоры? Причем она, по-моему, их инициировала. Запад сейчас давит на то, чтобы Украина пришла побыстрее к соглашению с Россией? Конечно. Опять же, берем израильский вариант. Арабы говорят, мы хотим переговоры, мы хотим найти компромисс. Это же хорошо. Хорошо. А какой компромисс? Уничтожить Израиль. Он не должен существовать. И израильтяне, сволчьи, и евреи. Не хотят уничтожаться. Они не хотят на компромисс идти. Кто виноват? Они виноваты. Они не хотят на компромисс идти. Путин им говорит, будь нейтральными, сдать все оружие. Что еще? Не вступать там в НАТО, еще что-то. Он говорит, ну, в принципе, будете под ним, как в Беларуси. А вы, то есть, Украины больше не будет. Будет здесь, значит, один язык русский, ну, как при советской власти. А вы не хотите. Вы не хотите идти на компромисс. А он все время вам предлагает компромисс. Все время идут эти переговоры. О чем можно переговаривать с бешеной собакой? О чем? Бешеную собаку можно только пристрелить. И пока Запад, но украинцы уже, по-моему, поняли, пока Запад не поймет этого, что ему надо сломать хребет, ничего хорошего не получится. Договариваться с крокодилом, что надо быть вегетарианцем, вы можете до прихода мусеет. Но крокодил, он, когда проголодается, он вас съест. А слушать, он так будет лежать и слушать. Это как вы ему говорите, что вообще трава полезнее лягушек в этом болоте. Это бестолку. Есть агрессию, вот такую агрессию, можно остановить только агрессии, которая еще больше. как во Второй мировой войне. Германию можно было остановить только агрессией еще больше, чем она. Уничтожать все, все немецкое до имя, что больше никогда Адольфом и Фрицем никого не назовут. А как вы считаете, АЕС тоже давит на Украину, чтобы мы побыстрее пришли к соглашению? Конечно, они хотят чтобы это остановилось. Конечно. Больше всего у них там кризис, им хочется торговать, беженцы им в таком количестве, который пойдет, не нужны. Конечно. И Украина им не нужна. А зачем Украина? Что Украина им дает? Но больше всего, конечно, этого хочет Китай. А расскажите про Китай. А то китайский посол в США целую статью написал для Вашингтон-Пост, где сказал, что они ничего не знали о планах РФ напасть на Украину. То есть Билл прям публиковал планы с обвода городов и как они где будут наступать, а Китай этого не читает, наверное. Ну, а зачем им это надо? Китай не участвует в этом всем. Они подождут. Они больше, они в выигрыше окажутся больше, чем кто-либо другой. Дешевая нефть, дешевая газ, дешевая полезная ископаемая из России. До Урала это будет. Будет Урал, Сибир, все будет наш у них. Америка расслаблена левым лагерем, бесхребетной, ничего сделать не может. НАТО, это, знаете, как НАТО переводится? Ну, North Atlantic Чури Организация. Ну, как расшифровывается официально, да. Вообще-то это no action talk only. Поэтому НАТО, это Европа, это тоже вся левая, вся социалистическая, коммунистическая. Китаю, Китаю все, все очень прекрасно. Скажите, а они будут помогать все-таки России именно в войне? Ну, там, поставлять что-то? Я не думаю. Они же тоже, китайцы прагматичные люди, и у них терпения очень много. А зачем им помогать России? Смысл им помогать России вообще нету. А это раз. А во-вторых, а во-вторых, китайцы же тоже знают, откуда они питаются. Их самые большие клиенты это Европа и Америка. Но Америка в первую очередь. Это мы покупаем все эти резиновые какашки, которые они производят. А Россия не очень большой у них покупатель. Они у России большие скупают нефть и все это. Поэтому и леса. Теперь станут единственными, теперь даже единственными станут. Не то, что большие. Большой единственный. Сейчас они будут по телефону продавать Китаю, сейчас они будут банковскую систему давать Китаю, кредитные карточки. Не Китаю, а Россию Китаю. Да, да. Если Россия еще будет, я надеюсь, что ее уже не будет после этой войны. А, кстати, как вы рассматриваете вероятность возможного какого-то развала или что может произойти? Ну, я надеюсь, что будет развал. Я не знаю, что будет. Я не предсказатель. Это вот к Клинковскому к этим. Они у нас всевидящие. Не знаю. Швец у нас. Они знают, что будет в будущем. Я не знаю, что будет в будущем. Я могу сказать, чего я хочу. Я бы хотел, чтобы Россия развалилась. Желательно мира, чтобы они между собой революцию не устроили. Я всегда говорил, что это такое идет соревнование идет, кто развалится раньше, Россия или Украина. Но теперь благодаря России Украина сплотилась еще больше. Теперь у нас нету тут. Она сплотилась. Слава Богу, слава вашему президенту, главнокомандующему. Он оказался настоящим лидером и настоящим командиром, а не клоуном, как они ожидали. А вот Россия развалится. В России сейчас будет вот это вот олигархи, эти все губернаторы, эти царьки. Все они начнут, конечно, желательно, чтобы это, конечно, было без войны, чтобы они не передрались между собой, а просто разошлись по-разному, разделились. Не знаю, получится это у них или нет. Я считаю, что это в первую очередь будет лучше для этих народов, потому что они будут для Кавказа, для Дальнего Востока, для Калининграда, для Чувашей, для Леудмуртов, ну, для всех, кто татар. Они разойдутся по своим местам и будут жить себе спокойно. И Россию вот как раз надо демилитаризировать, как Японию демилитаризировали после Второй мировой войны, Германию, лишить ее ядерного оружия, чтобы она не могла шантажировать мир этим больше никогда. И вообще демилитаризировать все вот этот весь металлолом, ну, правда, украинцы уже расплавили большую часть этого, расплавить остальную. И чтобы она не была вот этой бешеной, этой собакой. Ну, для этого, для вот этого, знаете, есть овцы, есть волки. И овцы себя защитить от волков не могут. Они нету у них, они не могут. Так природа придумана. Но есть, ну, чтобы овцы остались целы, есть еще другое животное, которое похоже на волков, но более агрессивное, чем волки. Но они охраняют овцев. Это волкодавы. Вот нужны волкодавы, чтобы раздавили этого бешеного волка. Хотя я не хочу сравнивать Путина или Россию с волками, потому что волки – это благородные животные, они просто так не убивают. Они убивают, чтобы так природа придумала, чтобы очищать лес и есть пропитаться. Но единственное, что я могу просто вот сравнение привести, что чтобы этого бешеного остановить, и это рабские, это этих крепостных рабов остановить, то нужен кто-то, кто ударит по ним сильнее. Да, я так понимаю, что на эту роль вы предлагаете Зеленского? С поддержкой, в конце концов, с помощью какой-то поддержки западной страны. Но Байден – это не тот, кто и не тот. И ваш президент правильно говорит, ну нахрен нам такое НАТО, что он делает, ничего не сделает. Причем тут вообще НАТО? Убивают детей, гражданское население и разрушают инфраструктуру. Это нарушение Женевской конвенции. На хрена тогда эту конвенцию было делать? На хрена тогда это НАТО, которое должно было обеспечить безопасность в Европе? Если оно ничего не делает, тогда, значит, надо составить другие коалиции. Давайте коалицию со Словакой, коалицию с Болгарой, коалицию с другими странами, которые с Польшей, которые будут соблюдать эти вещи. Скажите, вот мне вчера, кстати, один мой тоже товарищ, он сказал, слушай, ну вообще, вот то, что делает Путин сейчас, это даже же не, это уже даже ООН, ну вот Генассамблеи ООН в таких ситуациях принимают решения о миротворческих миссиях. Потому что это и терроризм, и разрушение инфраструктуры, то есть вообще нужно выходить уже, наверное, на Генассамблеи ООН, раз у нас Совет Безопасности заблокирован Россией. И там говорить, типа, ребята, голосуйте, вот обращаться напрямую на площадях гражданам разных стран. Но они все равно в Совбезе, они наложат вето на это и все. Генассамблея ООН может принять решение, там 377-я какая-то поправка, как она уже восемь раз принималась, когда в Совбезе ООН было вето, и его нельзя было преодолеть. То есть вот какая-то есть такая история, я в ней еще и глубоко не разбираюсь в этой теме. Знаете, я хотела спросить еще одну историю. Они наложат вето, но даже, но это тоже ничего не остановит Путина, потому что Сталина выгнали в 39-м году из... Лиги наций называлась. Из Лиги наций за то, что он напал на Финляндию. На Финляндию. И что? Это остановило его нападать на Польшу? Или развязать Вторую мировую войну? Нет. Поэтому это должны, я думаю, быть коалиции с твоими соседями, может быть, с балтийскими странами, с Польшей. Смотрите, как Польша, сколько она для Украины сейчас делает. Правда, очень много. И создавать такие коалиции, а не смотреть на НАТО. А НАТО смотрит на Соединенные Штаты Америки. А в Соединенных Штатах Америки у нас коммунисты и власти. Что ты поделаешь? Понятно. Скажите, а вот еще уже Россия даже сказала, что нам Запад объявил экономическую войну. То есть войну на Украине мы называем операцией, а вот нам Запад экономическую войну из-за войны на Украине. И вот они не выплатили же 16-го числа по обязательствам... Не, выплатили. Выплатили. Нет, они, знаете, как сказали, возьмите всех 300 миллиардов, которые вы заморозили. Нет, они выплатили. У них оказалось, насколько я понимаю, они выплатили. У них оказалось достаточно резервов в этот раз выплатить эти 17 плюс 170 миллионов. 117 миллионов. У меня информация, что даже есть слова Силуанова, где он сказал... Нет, если... Они сказали, но они выплатили. Сегодня я видел, что выплатили. Потому что, если бы они не выплатили, то был бы дефолт, а дефолт не объявлен. Значит, они выплатили. Ну, дай бог. И еще последний вопрос... Что, дай бог, наоборот. Не надо, пусть не выплатят. Так а там еще 400 миллионов в конце месяца. Так что, в какой-то момент у них лишние вот эти свободные деньги в долларах закончатся. Им же не продают доллары. Нет. А юанях не берут, я так понимаю. И в рублях тоже. Они же предлагали. Скажите, а вот что по поводу Индии, которая вдруг сказала, что вот, а теперь мы у России начнем покупать нефть. Как вы думаете, может, как-то США на нее отреагирует или не отреагирует? Понимаете, вы меня спрашиваете вопросы про будущее. А я будущее не знаю. Я смотрю в прошлое. Что у нас было в прошлом? А в прошлом Индия это был очень хороший союзник России и Советского Союза. Мы были у Пакистана, а у России и у Советского Союза была Индия. Индия была самым большим клиентом по закупке Советского а потом российского оружия. Это был самый клиент номер один. Я сейчас вас спрошу вопрос, а вы попробуйте угадать, при каком президенте Индия отказалась закупать на миллиарды и миллиарды российского оружия и согласилась покупать американское оружие. Ну, конечно, при Трампе. Вот. А это никто не упоминает. Поэтому сейчас при этом президенте я не удивлюсь, если Индия будет закупать нефть, у России. Можно. Ничего им за это не будет. Потому что сегодня, как мне все говорят, у власти хороший человек. Человек хороший. А тот был плохой. Вот плохой и все. И вот сколько я здесь не говорю ничего. Все говорят, он был урод, козел. А что он сделал? Ну, просто плохой. Слушайте, это же еще какие-то личные истории. Знаете, был бы Илон Маск, выиграл бы эти выборы республиканской партии и пошел бы на президент. Может быть, здесь совсем бы по-другому к нему относились. Сколько он помогает. Требует вызов, вызывает Путина что-то. Уже Кадыров к нему пристает, Рогозин. Это же может еще какие-то личные истории, мне кажется. Лично. Ушами вы любите. Ну, наверное, возможно, возможно. Но теперь как бы смотрим, почему у нас нет патриотов. Знаете, я когда-то Дмитрию Гордонов сказал, он говорит, ну, просто по ощущениям так. Я говорю, ну, вы же по ощущениям не будете идти к врачу, который у вас выдирает не тот зуб каждый раз, донтист. Ну, по ощущениям он хороший человек. А вот этот, он противный, но он талантливый хирург. Очень много у меня отец был хирург. Талантливые хирурги, они не очень такие дружелюбные, они очень строгие. Командиры, которые строгие, они правда выигрывают баталии. А вот хорошие и добрые командиры проигрывают, потому что их можно иметь. Нету такой должности на лидерской позиции, как хороший парень или как добрый парень. Ваш президент сегодня не очень добрый. Посмотрите на него. Он всех посылает за русским кораблем прямым курсом, не сворачивая. Выключай президента Байдена и правильно делает. Ну и сегодня, вчера, вернее, немцев, да, тоже он достанет. И немцев, да. Скажите, а вот вы говорили о том, что какие-то региональные союзы, вот Мариуш Блащак представил в Брюсселе предложение об отправке в миротворческой миссии. Альянс якобы заинтересовался предложением, представленным 15 марта в Киеве вице-премьером Качинским. Что вы об этом думаете? А как? Я не понимаю системы, как он пошлет. Что значит миротворческая? Я тоже не понимаю. Она приедет с самолетами, с танками, с пистолетами? Или она миротворческая? В каком смысле миротворческая? Как она в мир-то наводить будет? Это раз. Если ты присылаешь от ООН миротворческую, где ООН присылает голубые каски, то это должны быть две стороны, чтобы они согласились на это. И та сторона, и эта сторона. И определили границу разграничения. То, что предлагал, кстати, Путин. Он же предлагал, давайте голубые каски идем сюда. Только линия разграничения у него была на украинской стороне, а не там, где разграничивалась Россия и Украина, а там, где граничила ЛНР, ДНР и Украина. Он был хит, хитер, он говорит, я же за мир, я же хочу, пожалуйста, я предлагаю, давайте. Кстати, с сегодняшнего дня, кажется, они же потом отказались от этой идеи. Порошенко от нее отказался? Но правильно, он сделал, что отказался, это же на украинской территории, почему у вас должно быть на украинской территории? Если бы там были поставлены голубые каски, то сейчас бы, может быть, не было того, что происходит. С чего вы взяли? Голубые каски были поставлены, я был лично этой голубой каской в Абхазии. И что, остановили? В Абхазии до того, как Путин пошел в Южную Осетию? Во время Абхазии, Южная Осетия, там в Абхазии были голубые каски. И Путин это не остановил? Он наступал на миротворцев ООН? Я просто не знаю этих деталей. Ну, сейчас же в Абхазии, где она? В России, да. Миротворцы ООН сложились и ушли. Как у нас миссия ОБСЕ. А Путин зашел? Да. Понятно. Знаете, как переводится ООН? United Nations, UN. Нет. Useless no, да. Да. Ну и что, Путина это остановило? Понятно. Если, опять же, вы хотите, чтобы я сказал, будущее. А я вам говорю, что было в прошлом. В прошлом его это не остановило. Почему вы рассчитываете, что в будущем? Я не рассчитываю. Когда вы все кричали Байден при Де, порядок на ВИДе, я говорил, почему вы считаете, что он порядок на ВИДе? Это при нем вас отняли Крым и начали войну в ЛНР, ДНР, на Донбассе. Почему вы считаете, что теперь, когда он придет, что будет по-другому? Вот так будет и все. Потому что он сказал, он сказал, что Путин долго у власти не удержится, когда он будет президентом. что он с Путиным не будет таким ласковым, как эта марионетка Трамп. Это его слова, дословные. И вы все мне говорили, он сказал это. Я говорю, ну это он сказал, а делал-то он другое до этого. Вот вы, вы красивая женщина. Я уверен, что у вас очень-очень много поклонников мужских. Вот каждый, что вам обещает жениться, вы верите? Ну, не знаю, нет, наверное, нет. Нет. А что же вы этому-то верите, когда он каждый раз вам обещает жениться? Слушайте, меня трудно опрашивать, я слишком много раз была в ЗАГСе, поэтому я не являюсь, наверное, здесь целевой аудиторией. Ну, то есть, это была минутка республиканской рекламы от Гарри Табаха. то есть, ваше мнение, что нужно все-таки делать региональные союзы, не с ООН, не с НАТО, а, ну, и все-таки с силовым противостоянием Путину, не надеясь на голубые каски или что-либо подобное. Смотрите, опять же, это из, опять же, это вы меня спросите, что вам делать? Давайте опять вернемся, а что было сделать? Например, Израиль. Вот у нас есть пример, Израиль, Финляндия. Они на кого надеялись? Они в какой-то момент поняли, что ни на кого надеяться нельзя. Все эти обещания, он сказал, мы так, мы грозимым, он убийца, он военный преступник. Где? Патриоты. Да говори там до посидения, где патриоты, где С-300 хотя бы, где самолеты, где закрытое небо, сам не можешь, дай нам. Мы дадим потом, может быть, как-нибудь. Мы ему покажем, он долго у власти не удержится при мне, что-то удержался. Ни хрена себе, как удержался, да. Понимаете, я не знаю, но есть примеры. Израиль. Израиль тоже не в НАТО, и Финляндия не в НАТО, и другие страны, Южная Корея не в НАТО. Хотят они быть в НАТО? Да. Это хорошо. Это дает политическую, дипломатическую силу, и да, наверное, какую-то протекцию военную дает тоже. Но если вы уже не в НАТО, то вы должны надеяться. Быть в НАТО. Можете быть там? Будьте. Не можете там быть? Делайте что-то другое. Значит, сделайте коалицию с другими странами. Если бы я сегодня был заведующим всего мира, я бы говорил, пусть будет и НАТО, но пусть будут и другие коалиции у меня с другими странами, с соседями. Что мешает? Почему одно мешает другому? Если у тебя такой сосед, Израиль может сделать коалицию с Саудовской Аравией или с Арабскими Эмиратами? Они делают. Они с ними заключают договор. У них есть какой-то такой с Египтом и с Иорданией. Ну, хорошо, тоже пусть будет. Они верят, надеются на них? Нет. Потому что если на них нападут, эти не придут. Они не надеются, что они придут им на помощь. Если они как-то помогут, это хорошо. А не помогут? Нет. Знаете, в Вашингтоне есть такая очень хорошая поговорка. Я надеюсь, что украинцы ее освоят. Если ты хочешь иметь друга в Вашингтоне, заведи себе собачку. Отлично. Отличная шутка. Это реальность жизни. Понятно. Хорошо. Большое спасибо, Гарри. Очень много интересного вы нам рассказали. Напомню, что это был 23-й день войны России с Украиной со всех доступных направлений. Мы обсуждали его с Гарри Табахом, капитаном первого ранга ВМС США в отставке, а также экс-начальником миссии НАТО в России по координации контактов с Министерством обороны Российской Федерации. Если вы не подписаны... Слава Украине! Героям слава! Слава! Слава героическому украинскому народу, на которого сегодня смотрит весь мир, и весь мир Вами восхищается Вашей стойкостью, Вашим упорством, Вашей вере и любви к своей земле, и слава Вашему главнокомандующему президенту Зеленскому, от которого никто, никто, включая меня, такого не ожидал. Молодцы! Горжусь, что я могу быть рядом с Вами. Спасибо, Гарри! Напоминаю, подписываться на мой канал, на канал Гарри, ссылка будет в описании. Ну и увидимся завтра. Спасибо Вам большое! Было очень интересно! Спасибо! Спасибо!